Ныряю в Щелкино на глубину. Делаю 16 грибков руками и не достаю дна. Не хватает воздуха. Приходится выныривать. А дно уже было совсем близко. Вот посмотрите, здесь будет сейчас хорошо видно. Там валун какой-то. Ну вот еще пару грибков. Но нет, не хватает воздуха. Приходится плыть наверх. Ну ничего, рассмотрим пока медузу вблизи. Отдохнем и повторим попытку. Медуза в естественной обстановке. Вот так выглядит ее щупальца. Вторая попытка. Теперь уже глубину взял поменьше. В этот раз 13 грибков делаю руками. И добираюсь до дна. До дна добираюсь. Вот хватаю ракушки. Знак доказательства. Ну дно в Азовском море. Не очень интересно. 13 грибков руками мне хватило, чтобы достать дна. Это я не знаю сколько. Ну допустим за один грибок я двигаюсь. Грибок на полметра. Ну метров 7 наверное было. Так, ну это уже более мелкое место. Сюда я достигаю беструда дна. Здесь 7 грибков руками. Это уже неподалеку от беседки. Тоже более мелкое место. Ныряем. Дна достигаем довольно легко. Вода желтая, потому что песок. Песок в воде. Песок желтый и вода желтая, кажется. Но тут уже не интересно. Далее. Ну уже на мелкоте. Это я просто плыву вдоль дна. Просто тут глубина небольшая. 2 с чем-то метра. Тут легко. А вот там на глубину не советую повторять мой опыт. Потому что там довольно глубоко. Аборотравму можно получить уже на расстоянии. На глубине 2 метра. 3 метра. 3 метра. Не 2, а 3. Так, рассмотрим пока другую Медузу. Вот она. От моих движений руками ее щупальца скручиваются. Ее сносит в сторону. Вот так Медуза выглядит в воде. Снимаю на экшн-камеру. Ну а это уже просто на мелководье снимаю. В другой день. Это начало сентября. Народ разъехался. Вода чистая. Голубая. Выглядит красиво. Тут солнечные лучи. Вот так солнце выглядит из воды. Пленка поверхности. Солнечные лучи. Немного водорослей. Складки на дне. В этот день я видел стайку бычков. Мальков бычков. Но не успел включить камеру. Они уплыли. Тоже было очень красиво. Это в тот же день или на следующий. В начале сентября была там такая устойчивая полоса погоды до 10 числа. И вот когда выходишь, отдыхающих нет. Вода прозрачная. Хорошо. Никто не перебалдывает ее. И тут довольно красиво. Это чуть подальше я зашел. Снимаю дальше. А вот тот случай, когда я достиг за 13 грибков дна, это был мой лучший результат прошлым летом. Но и от него, так сказать, были некоторые неприятные ощущения. В общем, кто задумает нырять на глубину, сначала почитайте, как это делается. Как правильно дышать, как правильно задерживать воздух. Потому что очень легко получить баротравму. Я потом почитал об этом деле и пожалел, что я так, не зная броду, всунулся в воду. Но красивые складочки. Складки зависят в песчаные от волн. Каждый день они другие. Другая сила волн, другие складки. И солнечные блики на дне. Это в районе лодочных гаражей я снимал. Они как раз напротив моего дома, где я жил. Ближе всего было сюда ходить. Теперь складки другие. Ну, мальки обычно в такие дни. В начале сентября плавают мальки, бычков с тайками. К сожалению, не удалось их заснять. Ну, это прибой. Не надо снимать это телефоном, потому что потеряете телефон. Я снимал экшн-камерой в водонепроницаемом боксе. И то один раз бокс стал подтекать. Чуть не утопил камеру, так что надо осторожно. Вода зависит от... Цвет воды зависит от освещения. В иные дни он голубой. Вот как здесь сейчас. Солнце еще раз. Ну, в общем, такая вот подводная съемка на экшн-камеру. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!